Легким бегом около 10 метров, дальше продолжает идти в направлении поселка Киевский, города Кустаная. В 6 часов 8 минут 0-0 секунд по улице Курганская в направлении проспекта Коблан-де-Батыра появляется свет. Поначалу не видно, что это за автомобиль. Далее видно, что это автобус, который в 6 часов 8 минут 55 секунд поворачивает на проспект Коблан-де-Батыра. То есть с момента, как появился свет и до момента, как он повернул на улицу Коблан-де-Батыра, он проехал 55 секунд автобус. Значит, это ехал автобус Томина, это было установлено в судебном заседании. Он ехал в АТП-1. При этом автобус не останавливался. Прям видно, когда он притормозил, где там железнодорожный переезд, и видно, как он с переезда поднимается, свет идет выше. Он притормаживает на железнодорожном переезде и двигается на дальнем свете фар. Теперь далее. В 6 часов 10 минут 00 секунд проспекта Коблан-де-Батыра на улицу Курганская поворачивает джип белого цвета, но он тут же заворачивает за ресторан К-8. Далее. В 6 часов 14 минут 18 секунд с проспекта Коблан-де-Батыра на улицу Курганская в направлении поселка Киевский проезжает легковой автомобиль серебристого цвета, который как раз сталкивается с препятствием. И на камере четко видно, он останавливается в 6 часов 15 минут 00 секунд, включает аварийную сигнализацию. Далее, следом за ним в 6 часов 15 минут 7 секунд, ну скажу сразу, что машина серебристого цвета двигалась с хорошей скоростью, ну, где-то 50-60 км в час, наверное, приблизительно так и было, как они и сами говорят. А вот в 6 часов 15 минут 7 секунд с проспекта Коблан-де-Батыра на улицу Курганская поворачивает легковой автомобиль темного цвета, но он едет тихо. И вот с момента, когда он повернул с проспекта Коблан-де-Батыра и едет в сторону, где серебристый автомобиль включил аварийную сигнализацию, проходит, наверное, секунд 12, он уже приближается ближе к железнодорожному переезду, в этот момент водитель садится в машину, включает сигнализацию и уезжает. А этот автомобиль темного цвета, он не доезжает до погибшего, он сворачивает. После, в общем, за этот промежуток времени ехал только автобус и автомобиль серебристого цвета. Но автобус ехал навстречу пешеходу и машине серебристого цвета. А автомобиль серебристого цвета ехал по ходу движения пешехода в направлении поселка Киевский. Согласно протоколу осмотра места происшествия, там с момента столкновения автомобиля с потерпевшим оспадом, 22 метра, вот с момента начала юза, 22 метра идет. И при этом 10 метров 40 сантиметров юз бурого цвета, это крови. Чтобы вам было понятно, я разъясню, что автобус не мог его толкать на себя, если он ехал в противоположную сторону. И эксперты, они сказали четко, что обильное кровоизлияние, то есть вот эта кровопотеря на дорожном полотне, она присуща только живому человеку. То есть на момент столкновения погибшего с автомобилем серебристого цвета, Аспанов был жив. Продолжение следует...